был скорее всего умысел какой-то программирование этого человека то есть мы немножко все это норма наш но мы не можем так говорить я пошел стрелять учеников школе что я нормальный может на него это джай коронавирус повлиял что может это какая-то кара божия которая начала чистку а я продолжу причем там была даже версия что это могли спецслужбы намеренно делать академик бехтерева говорила я всю жизнь изучала мозг а не знаю что это такое то есть идет стирание личность хоть труп лежи вон там на улице мимо будут идти и все сейчас что мы видим кто или украл или какие-то там взятки взял миллионные тот живет хорошо чисто с психологического подхода мы здесь ничего не решим дать ребенку теплоту какой-то интерес если не получается то то не знаю что делать мое почтение я александр михельсон очередная переговорка на ник.ру и сегодня у нас гость который уже был в студии алексей дик психотерапевт с которым мы как раз кандидат медицинских наук с которым мы будем говорить к сожалению на очень неприятную тему хотя и первая наша беседа была посвящена как раз психологической составляющей при коронавирусе но сегодня мы будем говорить о теме связанной с напрямую с ситуацией в казани с расстрелом очередным в школах где погибло большое количество детей к сожалению и попытаемся выяснить все таки возможно ли в принципе каким-то образом посредством именно науки психология психотерапия упредить такие вещи предсказать такие вещи вычленить из нашего общества людей которые потенциально готовы к подобным жутким преступлениям алексей я вас приветствую и по сути первый вопрос я уже и сформулировал вообще но это действительно первый вопрос который у всех возникает а вообще можно ли каким-то образом с этим бороться ситуация эта трагическая конечно но она складывается из двух составляющих это участие личности в какой-то акции в каком-то действии и влияние среды на эту личность вот когда слышу я сейчас передачи и в частности вы меня пригласили с этим акцентом что я как там психотерапевт психиатр можно ли со стороны психического здоровья как-то предупредить определить вот эти отклонения на авиации личности но здесь не совсем так здесь нужно еще учитывать и среду если мою вообще практику вспомнить сорокалетнюю то были случаи когда там человек пришел ко мне на сеанс и на следующий вечер он там зарубил жену и дочь но это если психическая патология обычно это какая-то агрессия такая мона на какого-то там одного субъекта на какую-то там или какое-то разрушительное поведение там что-то он там разбил когда мы имеем такие случаи когда массовый идет расстрел или еще какое-то такое террористическое насилие скорее всего здесь был скорее всего умысел какой-то программирование этого человека или он сам себя так за программировал в рамках психического назовем в кавычках здоровья или это была какая-то модуляция его сознанием со стороны кого-то который постепенно его программировал вот вы знаете алексей я я прошу прощения перебиваю вас но вы начали говорить о том о чем я хотел в самом конце вас спросить а именно вчера обсуждая эту ситуацию кстати здесь же в переговорке но кулуарно так скажем мне предложили как вариант такую конспирологическую теорию что вообще может быть это и не он сам а может быть это его просто намеренно провоцировали готовили и как термин был как торпеду потом запустили то есть поймали на чем-то человека психологически и потом вот довели до такой ситуации вот причем там была даже версия что это могли спецслужбы намеренно делать и вы в самом начале говорите ровно об этом так вот я честно несколько даже удивлен этому тезису вашему и вы его считаете действительно таким основным да практически я считаю что сколько я видел вот тоже передачи там допросы он там орал там матерился в аффекте находится или он может ему тоже могли научить как симулировать психическое расстройство или он мог в нем находиться его пробило сказать осознание когда он все это сделал мог и от этого впасть в реактивный психоз но вернемся к психиатрии то есть если нам брать категории психиатрии такие как там психопатии шизофрения шизоаффективные расстройства какие-то такие глубокие неврозы их видно так сказать адвизу как мы говорим на глазах у специалиста психиатра который проводит психопатологическое исследование всегда любого пациента но границы между психической патологии и здоровьем психическом нет рубленой определенной она представляет из себя длинник континуум когда самые грубые формы психической патологии потом по ней идут мягкие более мягкие потом какие-то фрагментарные проявления а не психическая патология то есть если я правильно понимаю что вот здесь псих а здесь не псих или там здесь маньяк а здесь маньяк абсолютно точно и вот эти называемые эти мягкие формуле какие-то невротические реакции психопатические реакции том у него там якорь этот остался и на какое-то якорное слово или какой-то фактор стимул внешней среды он начинает реагировать как каким-то или аффектом или агрессией или депрессией или там бессонница психосоматикой сколько я занимаюсь психиатре я занимаюсь и уже 40 лет и психотерапии всей этой ментальной медициной то есть пишут что в основном абсолютно психически здоровые которые адаптированы там стрессоустойчивых и даже меньшинство в популяции людей а в основном популяция содержит вот эти мягкие формы какие-то скрытые человек может всю жизнь жить отлично там справляться с семейными социальными функциями там расти карьерный рост и так дальше до поры до времени пока какой-то фактор не сработает то есть мы немножко все это норма наша психическая хорошо но вы говорите сейчас о каких-то все-таки ситуациях вот резко провоцирующих на там агрессию человека и так далее вот мы на дорогах это наблюдаем часто но здесь то другая совершенно ситуация здесь человек который намеренно какое-то время причем довольно длительное видимо готовился к этому он покупал это оружие он видимо все равно каким-то образом планировал как он чего там будет делать и так далее вот как охарактеризовать я не знаю психотип вообще состояние этого человека это не не вот такая всплеск эмоции абсолютно точно это длительная подготовка что это в голове у человека значит у человека был назовем умысел и здесь спирать на какую-то переть на психическую патологию неумно то есть если бы это была психическая патология то обычно когда идет агрессия при наличии психической патологии это какая-то аффективная или сказать вспышка 10 в моменте действия какого-то да она не прослеживает какой-то подготовки последовательных цели таких направленных шагов и программирования для реализации результата в данном случае мы видим что тут абсолютно наличие вот этого последовательного подготовительного что он 28 апреля там получил разрешение все хорошо дальше он это ружье купил да он не 15 патронов он 150 их купил то есть абсолютно я здесь не могу согласиться и спирать на психическую патологию этого человека то есть вы хотите сказать что он нормальный был нет но мы не можем так говорить я пошел стрелять учеников школе что я нормально но это не в рамках психиатрии лежит а в рамках чего вот мы и пытаемся выяснить ну в рамках какого-то возможно программирование этого человека то есть провоцирование теракта например хорошо вот вернемся к этой в этом ведь нашей конспирологии в общем то с чего вы и начали то есть если я правильно вас понял ну такая тема где нужно вот видимо переспрашивать вы считаете а вы меня поправить и считаете вы так или нет что у этого человека кто-то или что-то я так понимаю или он сам или он сам запрограммировал себя вот на эту ситуацию но но если он сам это одна ситуация это тогда вот у человека что там в голове какие-то тараканы а если не он сам вот как это понять вот в данном случае вообще возможно как-то разбирая анализируя ситуацию понять или это вопрос к следственным органам но давайте посмотрим вот если он сам это не обязательно что он сумасшедший например у него какая-то есть философия что нет ни жизни не смерти что любая система нуждается в очищении как эту систему чистить может на него этот же и коронавирус повлиял что может это какая-то кара божья которая начала чистку а я продолжу но уже себя там богом называл кричал это могло быть наигранное симулированное хотя не могу здесь полностью абсолютно отрицать может он голос услышал что он бог это тогда будет что уже бредовое расстройство может галлюцинации какие-то у него были которые мы не о которых мы не можем сейчас говорить но само действие говорит что если даже был какой-то психопатологический у него вот этот волна эпизод и на пике этого эпизода вот он выложил в сеть вот эти что он там бог и миссия какая-то миссии манихейский бред это еще называемые хорошо но как вы-то охарактеризуете эту ситуацию все-таки вот ваше мнение что с этим человеком было охарактеризуя что это шло какое-то авто или гетера кто-то его проведение кто-то программирует или он сам может быть то есть мы можем сами себя программировать и начать что могло спровоцировать это программирование если мы говорим о том что он сам это сделал все до философского углубления вот в тупой жизни что жизнь конечно или он там может быть на читаться литературу и что там перевоплощение душ до нету смерти в абсолюте смотрите Вообще-то вся религия говорит ровно о том, что душа бессмертна, любая. Получается, что логично, все должны просто в какой-то определенный момент говорить, что вот я Бог, хотя это тоже во всех религиях и говорится, что все мы частью... Дети Божьи. Дети Божьи и так далее, в разных вариациях, но об одном и том же. Почитайте Библию, и вы к тем же выводам и придете. Но это не значит, что все, кто прочитал Библию, пошли убивать людей. Хотя очень много войн было именно из-за религий. Отвечаю, да, я на ваш вопрос. Вот у нас постоянно есть поток сознания, каждый день жизни. И даже ночью он не иссякает до конца. Но у нас нет доминирующей этой идеи. У нас сейчас доминирующая идея, там, работа, семья, там, карьерный рост. У нас нет доминанта, что мы день и ночь думаем или часами думаем, что там душа бессмертна, бессмертна душа. А у части людей начинает в потоке сознания это быть. Или они идут куда? В религиозный фанатизм, до фанатизма. То они строят тогда от этой парадигмы свою жизнь. Но это не обязательно, что идет вектор на убиение. Это, в общем-то, в религию не вкладывается, не укладывается. И даже в этот ислам, где мы там много дискуссий на эту тему. То есть вы не исключаете и, если я правильно понял, варианта, что его кто-то извне программировал? Абсолютно не исключаю. И научил, как разыграть из себя сумасшедшего. То здесь требуется длительная клиника психопатологическая. Ну, скорее всего, на экспертизу в Сербского увезут. Ну, ему светит или пожизненно, или принуд лечение. Вернемся тогда к началу программы, к тому вопросу, который я первым задал. Есть ли вообще какие-то возможности, методы у науки, у психиатрии, у психологии все-таки вычленить такого человека до того, как он пойдет убивать? Увы, к сожалению, скажу, что нет. Вот Институт мозга, его бывший директор, это академик Бехтерева, говорил, я всю жизнь изучал мозг, а не знаю, что это такое. А также есть еще в нашем массиве литературы, информации, что мы знаем о мозге процентов 5, процентов 95 мы о мозге не знаем, вот на сегодняшний день. Поэтому как мы можем такое узкое знание, имея о мозге, прогнозировать поведение человека, поведение этого мозга в каких-то ситуациях? Есть еще социальная среда, человек в вакууме не находится. Увы, но я вижу, что в настоящее время идет перекос в сторону вот этой социализации, какое-то разовое, однодневное, мгновенное, моментное. То есть я в социальном хочу получить одним кликом все, и я это могу сделать. Например, сидя здесь, я могу там отправиться в какую-то страну и там в виртуальное путешествие по ней. Сегодня у меня хочется там с душком там информации, или я в порнографию залезу, или в какие-нибудь там, как готовится взрывчатка. Я это найду в один клик. Это, возможно, мое оценочное осуждение, что вот экспансия социальных сетей способствует этому. То есть там нет коммуникаций живых, таких сказать, сложных, каких-то красивых, назовем словом. А там они все клишированные тоже. То есть критерием становится, сколько меня посмотрели, число просмотров. То есть идет стирание личности, идет вот эта патологическая, поверхностная, какая-то клишеподобная социализация. Что делать? Вот смотрите, первый случай, второй случай, если говорить о конспирологии, опять же, как, ну, наверное, тоже мысль вполне себе уместная в данном случае, что, возможно, это намеренно спровоцировали те же спецслужбы, чтобы закрутить, что называется, гайки, чтобы изъять оружие как можно больше, подкрутить те же соцсети, сказать, что, ребята, смотрите, соцсети, то, что вы сейчас, по сути, и говорите. Что делать-то тогда в этом случае? То есть ведь, ну, с этим бороться невозможно. Все попытки, я не знаю, даже те же китайцы, которые построили этот фаервол, свой, так называемую, стену китайскую в интернете, ну, тоже же не могут ничего сделать, по большому счету. Как быть? Властям как быть? Я не согласен, что это какие-то наши спецслужбы там подстроили. Они могли и так зажать эти законы, и у нас все, что угодно, можно и оружие изъять, и вообще его запретить, или там разрешить там только двухстволки. Это все просто очень. Из соцсети можно придавить, прижать или как-то какую-то ввести цензуру. Я не соглашаюсь, что это какие-то наши спецслужбы там, не вяжется это. Скорее всего, мне представляются, это какие-то террористические, возможно, сказать, провоцирующие опять дестабилизацию в стране, какие-нибудь, может быть, мусульманские такие планы, в Татарстан, там, то, сего, потому что там легче может полыхнуть. Что делать? Соглашаю, что нужно усилить контроль, вот, вход в школу, допустим. Это должно быть и на уровне гражданском. И правильно там я сообщения встречал, человек шел по улице с ружьем, ну, а всем, ну, идет, и дальше прошли мимо. Я это вижу у нас на улицах, то есть там хоть труп лежит, он там на улице, мимо будут идти, и все. Пока кто-то там 50-й или 100-й там полицию не вызовет. Ну, что делать-то с этим? Что делать? Защищать, говорю, школы больше нужно. Ну, это механические процессы. Вы понимаете, в чем дело? Вот вы-то интересны и мне, и аудитории именно с психологической точки зрения. Понятно, что сейчас начнется, это уже очевидно и началось, да. Давайте там турникеты ставить, разбираться, почему охраняют плохо школу. Это такие физические действия, да, механические там, технические действия. А вот со стороны психологии, со стороны души, головы, как быть, что могут что-то вообще власти в этом случае сделать? Или это, ну, невозможно, так, как погода, да, вот то дождь, то снег, и просто принять это. Необходимо изменить среду, чтобы не отменить там этот YouTube или интернет, или соцсети, а чтобы у молодого человека была вариативная перспектива его развития работы, чтобы он видел, что кто работает, тот живет хорошо. Сейчас что мы видим? Кто или украл, или какие-то там взятки взял миллионные, тот живет хорошо. Кто работает, или он работает, как лошадь, чтобы концы с концами свести, там, какую-то захудалую машинешку купить, или квартиру в ипотеку. Сейчас же такая среда у нас. То есть чисто с психологического подхода мы здесь ничего не решим. Только социально, с восклицательным знаком, социально-психологически какие-то трансформации общества могут здесь дать нам результат. Каким образом? Что нужно сделать? Развивать экономику промышленную, чтобы молодой человек видел, я поступлю туда, то у меня будет куча вариантов. Социальный лифт. Где я могу реализовать себя и достойно жить. Сейчас этого нету, где я могу. Ну вот поэтому сейчас куда идут, где могут более-менее спокойно жить. В Росгвардии, контрактники в армию идут, или МВД. Небюджетная, какая-то негосударственная служба, она очень-очень стрессирующая сейчас. И очень туманная для человека. А солдаты нужны. А солдаты нужны. Хорошо, тогда, наверное, уже крайний вопрос. На что нужно обратить внимание человеку, если у него вдруг начали какие-то вот такие нехорошие мысли возникать? Это одна ситуация. Как вы сказали, что это, возможно, внутри формируется, не снаружи. Ну и второй момент, безусловно, на что нужно обращать внимание родителям? Если, например, ваш ребенок играет в компьютерные игры, какие-то связанные с убийством и так далее, нужно это пресекать или не нужно? Если он сутками проводит там в смартфоне и не показывает вам ни при каком условии, что там происходит, нужно пытаться увидеть, что там происходит каким-то образом или не нужно? Мое представление, здесь не надо поступать негативным образом, то есть запрещать, пресекать, отнимать. А здесь нужно поступить заместительным, трансформирующим образом. То есть дать ребенку теплоту, какой-то интерес семейный или там куда-то какие-то выезды, какие-то еще совместные занятия по развитию. Растущий человек, он от природы имеет повышенный интерес к изучению этой жизни, самого себя в этой жизни. И вот эти тренды, какие-то векторы, родитель попробует. Где-то может быть ошибочно, не пойдет туда ребенок, а где-то он пойдет в этот интерес. Также и мы в этом случае, в Казанском там пишут, не было любви, там он матерью не считает, там что-то отец вообще не понять, что он где, он был, не был, не понять, что. То есть отсутствие любви, отсутствие вот этой теплоты. Если родитель генерирует эту теплоту, активно изучает, то, скорее всего, ребенок будет и в соцсетях сидеть, и в игры играть, но он не будет зависимости это иметь, которая искажает его же развитие, этого ребенка. Он будет и там тоже, но в том числе он будет и здесь. Резюмируем. Все-таки хотелось бы какую-то практическую составляющую. На что смотрят родители, на какие явные проявления, которые должны заставить напредься и задуматься о психологическом состоянии ребенка? Ребенок стал каким-то другим, например, он сам замкнутым, или он стал резко и непонятно почему, там раздражительным реагирует агрессия на какие-то посылы родителей. Ребенок не впускает во внутренний мир родителей, очень нехорошие. То есть родитель должен, в общем-то, входить во внутренний мир ребенка, ну не как не слон в посудной лавке, там запрещу тебя или что, что хочу с тобой сделаю. Вот. А ребенок начинает закрытым быть в то или ином выражении. Или какие-то формы поведения коммуникативного, социального у ребенка вдруг начинают резко изменяться. То есть он начинает больше внимания там или времени проводить где-то, или сутками, где-то он там в какой-то компании. Учеба и родительский дом для него на 25 месте вдруг стали и резко достаточно. То есть это уже вызывает настороженность, что куда-то психика идет, не пойдет ли она куда-то опять под программирование кого-то или чего-то у этого ребенка. И не закончится ли это плохо. И если это происходит, то что нужно делать родителям? Восстановить душевный контакт с ребенком. Не получается. На первых порах. Если не получается, то не знаю, что делать. Ну идти к вам, наверное, или идти в школу. К психологу надо, может быть, сходить. К психологу. То есть, ну это тоже надо через восстановление какого-то контакта сделать, а не тащить за руку этого ребенка. Он будет все отрицать и негативизм проявлять. На все психологическое действие, которое с ним пытаются оказать, к психиатру идти точно не надо. Потому что слово «психиатр» резко так, если я его заявляю кому-то, оно вызывает отвержение. А что, дура, что ли? Или там дурак. Ну что ж, Алексей, спасибо. Ваша область деятельности очень тонка и очень, наверное, не изучена по-настоящему. То, что вы рассказывали про мозг. Поэтому, наверное, и не могли мы в этой программе добиться каких-то стопроцентных ответов понятных. Но, тем не менее, на что обращать внимание, о чем задумываться и как вообще себя вести в этом сложном мире, перегруженном информационном, мы все-таки поговорили. Я в заключении хочу как раз акцентироваться на этом. Обращайте внимание на тех, кто рядом с вами, детей, не только детей, вообще. Цените отношения и будьте здоровы, в том числе психически, чтобы такие вещи не происходили. Всем счастливо. Еще раз спасибо вам за интервью. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.